Всем привет, друзья, с вами Уликс и я, наверное, второй раз в жизни, я не помню, какой же раз в жизни, я на чужом канале и достаточно такое странное ощущение, потому что надо, знаете, у меня сейчас очень ответственный момент, надо сделать так, чтобы вы не закрыли ролик в течение 20 секунд, когда вы увидели незнакомую морду, но я думаю, многие из вас меня уже знают, вот, а те, кто не знают, не знаю, ребята, вы можете просто влепить дизлайк, вы же не мне его ставите, не закрывали, не закрывайте этот ролик, блин, ну куда ты закрыл, чувак, ну как кто-то закрыл его, потом я спрошу у флаттера удержания аудитории, мне очень интересен этот момент, сколько людей, там будет такой графичек, то есть сколько людей смотрели ролик, например, допустим, будет там, ну сразу 100%, потом 90%, 80%, и допустим, если она будет выше 60% на протяжении всего ролика, значит я охрененно справился со своей задачей, а если она и будет процент 15%, это значит, что люди открывают этот видос, смотрят, что это за хрень какая-то, в смысле, что это за хрень такой, мы на него не подписывались, мы подписывались вообще-то на флаттера, пошел ты в жопу, мудак, и поставят еще дизлайк, интересно, флаттер, потом ты мне сольешь статистику этого ролика, мне очень интересно, в общем, я вот сейчас недавно освещение сделал, вот видите, зелененький свет, и это было предзанименованием, потому что мне флаттер грин пишет, улекс привет, там собственно бла-бла-бла, у меня есть рубрика, где я приглашаю людей, людей, ютуберы пока еще люди, слава богу, вот, где они рассказывают о том, собственно, кто они такие, чем занимаются, и чем стали знаменитые, мне нужно сейчас рассказать о том, кто я такой, как можно рассказать о том, кто-то такой, в интернете, когда это, собственно, никто, вот интересно, ага, достаточно был момент, потому что это реально никто, по сравнению с другими чуваками, ты просто прыщ, вот, и поэтому мне нужно сейчас рассказать о том, чем я занимаюсь, мне, в ютуб-канал, если думаю, вы прекрасно понимаете, ссылочку в описании, забываю, вот, я там обзираю, обзираю по ней, суйка, нет, не надо, не надо останавливаться, ну, почему-то остановился, камера, я в данный момент пребываю преимущественно вот в этом фандоме, фандоме по ней, вот, я там делаю достаточно много всего, я надеюсь, что не зря, боже мой, господи, как же я надеюсь, что все это не зря, я уже года два надеюсь, что все это не зря, потому что я веду ютуб-канал, обозреваю всяких поней, всяких вот эту луду-буду, периодически переключаюсь на другую тему, у меня там ролик уже лежит на другую тему, потом делаю мероприятие, ну, я один из организаторов мероприятий по поням, и, а, еще интернет-магазин, опять же, ни на что не намекаю, но вы все, я думаю, прекрасно пони поняли. Как я вообще во все это влетел, знаете, все началось в том, что, ну, тут все, классика жанра, ты листаешь всякие интернетики, и там вот такие вот аватарки выпадаются, вот такие вот, сука, свет, вот. Затем выходит интервью, хотел сказать, Ларина Хованского, боже мой, Хованского с огней огонек, и ты еще раз эту историю расскажи, у меня целый ролик на канале есть, можете посмотреть, но расскажу еще раз, выходит интервью, где он сказал, что пони это круто. Ну и все же долгое время недоумеваю, что в нем находят взрослые мужчины? Людей, потому что мультик-то про пони, но на самом-то деле это все про людей. Я смотрю пони, бла-бла-бла, я вот думаю, нахер все это говно, я должен это посмотреть. В тот момент я начал смотреть «Скорую помощь», я посмотрел, ну, как начал, я ее начал пересматривать, я ее давно уже знаю, этот сериал, я начал пересматривать, думаю, а, не смотреть, нечем, дай-ка, буду смотреть «Скорую помощь». Начал смотреть, потом решил глянуть по ней, и с тех пор «Скорую помощь» я не смотрел ни разу. Это было 2013 год, середина 2013 года, вот, и я помню, как я смотрел этих поней, три сезона, без передышки, естественно, субтитрами. Я на тот момент вел другой ютуб-канал, не по поням, вел по, там, игральной карты, как классно, ручкой, хо, получилось, смотрите, с первого раза, как ручкой там, вот, классно манипулировать и так далее. Потом как-то увидел канал Диккенсона, привет, Виталий, мне чуть кажется, что тебя Дик зовут, господи. Привет всем, с вами профессор Диккенсон! И подумал, почему бы не замутить канал по поням? Вот чувак, вот, фигачит, у него получается, и прикольно. А сделал свой канал по поням, начал вообще. У меня на тот момент были длинные волосы, представляете? У меня на тот момент были длинные волосы. Я смотрел свои старые ролики, и я там похож на бидора. Привет, друзья, с вами Алексей. На самое настоящее, может, я сейчас похож, не знаю, напишите в комментариях, но меньше, меньше, чем тогда. У меня были длинные волосы, вот такие вот, они были прилизаны назад. Это было ужасно, я тогда, смотрите, я смотрю на себя немного, а я буду вот так прилизан, и у меня вот здесь старые шарелки. Это было просто триндец. Мне стыдно смотреть мои старые видосы, потому что, знаете, мой самый популярный видос имеет, не, самый популярный видос, где у меня только рука, где я вот так вот делаю, вот так вот ручкой, вот, он имеет 200 или 300 тысяч просмотров, и я там говорю просто убийственно, неживым голосом, я говорю там просто как пятилетний ребенок, который заставили, заставили читать стишок перед Дедом Морозом. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что это самое страшное воспоминание детства, читать стишок перед Странным Дедом Морозом. И вот я именно такой 10 минут рассказал, как крутить ручку. Привет, друзья, добро пожаловать на канал, посвященный пенспиннингу. 200 или 300 тысяч просмотров, боже мой, до сих пор там комменты летят, лайки сыпят, дизлайки сыпят, пардон. И вот, в следующей популярности видос у меня, в «Как создание сайта», я там тоже похож на пидора, сижу просто там, в какой-то жуткой установке, в какой-то толстовке на голое тело, это просто жесть. И так начинает, я скачу немного по, если мне нет никакого сценария, просто с вами общаюсь один на один. Вот, и я нам просто говорю, как, господи, такой позор. С этого канала я пересел на канал, который по поням. Там, блин, долгая история о том, как я еще развивал первый канал, «Создание сайта», там, я похож на пидора, потом, я смотрю сфотки, смотрю видосы, боже мой, какой ужас просто. На тот момент я записывал еще, даже пытался влоги записывать, а они не собирали нифига, нифига не собирали просмотров. Это я узнал спустя 3 года, наверное, после записи этих видосов, потому что я не смотрел статистику тогда. Я уже когда другой канал начал ввести, а потом посмотрел, «Хм, оказывается, эти ролики у меня нифига не заходили, а мне было посрать». Замечательное время, когда тебе пофигу на то, что твои ролики нифига не собирают, ты просто делаешь то, что тебе по кайфу, это круто. Но, к сожалению, сейчас я жутко заморочен, и я папаю на каждый лайк, который я получаю. Если мои ролики не собирают просмотров, то это жесть. Вот сейчас это, конечно, такое себе. Я смотрел свои видео, где я похож на пидора, и вот, боже мой, жесть какая-то. Надеюсь, что народ это не смотрит, но народ это смотрит и подписывается. Мой первый канал еще собирает больше просмотров, больше подписчиков, чем... Боже, какой ужас. На меня пидорского подписываются больше, чем на меня, надеюсь, не пидорского. Вот, чем я занимаюсь сейчас. Я сейчас... Раньше была куча рубрик, я раньше обзирал... Да и сейчас, собственно, обзираю этих вот. По ней, к сожалению, нет. Видите, у меня тут коллекция по ней, я там делаю обзорчики на всякую эту фигню. Вот, стримы веду. Ну, классика жанра. Новая рубрика выходит. В которой ФлатРа принял участие. Он пока еще не принял, он пока еще мне не выслал видео, но он мне, надеюсь, вышли до того, как он опубликует это видео. Ссылочка на это видео, надеюсь, что оставит в описании. Привет, пожалуйста, вот сейчас ты монтируешь этот видос. Блин, я уже думал, забыл включить микрофон. Боже мой. Работает? Да. Самый страшный кошмар ютубера, это забыл включить микрофон или камеру. Если вы ютубер, ставьте Лукас, если у вас такое было. Да. Ставьте лайк. ФлатРу ставьте лайк. Не, вы не мне его ставите. А, видосы я начал делать. Я просто смотрел видео разных чуваков. Вроде смотрел видео таких чуваков, как Пилсаков. И на тот момент я не заморачивался о том, что у меня весь качество говно, что у меня звук говно, что я не умею говорить, что я похож на пидор. Вообще, ребята. Это замечательное было время. Офигенно. Сейчас там заморачиваешь свет, а раньше было вообще офигенно. Как магазин свой создал? Вот. Короче, я видел, меня постоянно в личке спрашивали. Не, не уликс. На тот момент мой ник был Аликс Толун. Блин, как давно это было, Аликс Толун, уже давно их не помнят. В общем, Аликс, как, где купать, покупать по ней, в моем мухосранске не продается флоттершайка, которой я жаждю, которую я хочу. Мне 25 лет. Я мужик. Хочу флоттершайку. Я подумал, блин, блин, надо создавать магазин, надо заработать на этой бабке. Надо помочь людям купить их любимую флоттершайку и самое... Я его сделал. Я сидел на даче. Я помню, сидел на даче, верстал сайт на локальном хостинге. На улице была жуткая жара. Я его делал. Этот сайт один в одиночестве пил крепкий чай, чтобы вштырило чуть-чуть, потому что я не пью. Я пью сразу чефир. На тот момент Диккенсен офигачит свой интернет-магазин. Блин, это было жесть. На тот момент я просто офигел, потому что это был такой вообще внезапный поворот, потому что я хотел зарелизить и тут он релизит буквально за день до меня. Это просто... Сейчас я его продолжаю везти. Сейчас все вообще декабрь жуткий. У меня заказы сыпят страшные силы. На тот момент я пытался создать видимость того, что у меня куча товара. Вот это было достаточно прикольно. Просто видимость того, что у меня дофига всего есть. На самом деле ни черта не было. Вообще ничего. Просто пустота. Куча интернет-магазинов было, которые могли дать больше, чем я абсолютно. А я на Алиэкспрессе по ней закупил такую коробочку. У них расхватали в секунды. Это было ужасно. Я понял, что у меня их сейчас нету. Мне нужно чем-то заполнять магазин. Я уже релизил там с помпой там пум! Сказал, ребята, все. Офигенный магазин, все дела. Там я конкур замутил. У меня было там 10 видов фигурок и я пытался их барыжить. Блин, сорян, что за сумбурный такой рассказ. Потому что, опять же, на моем канале я не делаю сценарии. За это получаю по мозгам по подписчикам, потому что я не делаю сценарий и я вот так вот скачу с темы на тему совершенно не не структурировано. То есть меня внесет туда, то сюда. А! Мероприятие. Мероприятие вообще отдельная тема. она практически никак не освещается. шо вы знали? Шо вы знали? Просто, ну, просто хочется, хочется излить душу. В интернет-магазин я делаю стенд, то есть на мероприятиях торговый стенд, бла-бла-бла. И в каком-то из мероприятий я прочитал отчет главного организатора. Я ему написал, сказал, чувак, можно ли чем-нибудь помочь? Он говорит, вот, есть стенды, есть этот пиар. Я пошел в стенды и теперь практически на каждом пони, блин, заикаюсь, практически на каждом пони мероприятия я делаю стенды. Задолбался по-страшному. Прошлый Дирфест меня просто вышиб в щи и пью. До сих пор от него отойти не могу, до сих пор я просто ужасная, сложная работа. просто поток мыслей вырвался наружу и я вам все выложил. Уж не знаю, насколько вы меня видели, не видели, интересно, напишите в комментах знаете у меня или нет. Просто интересно, потому что флатера 41 тысяч подписчиков, у меня всего 17, сука, за сколько лет уже, е-мое, стыдобище. Обида, обида. Ребята, что за фигня? Подписывайтесь на мой канал, обидно вообще. Но если вам интересно, на что я снимаю, это Zoom H1, Zoom H1. Тихо. Это белый микрофон, черного не было. Ужасно выглядит в кадре, как-то, не знаю, что. Не стильно, не стильно. Это Canon 650D, снимает Full HD, но мне кажется не совсем честный Full HD. Эти строитель, три строительных каково. осветителя на которых я порезал этот обложки для броширования рефератов синенькую обложку порезал и сделал синий свет вот все мое оборудование спасибо что послушали подписываемся на канал флаттера подписываемся на мой канал ставим лукасы и комментики потому что комментики они видосик то топчик продвигают вы поняли да все всем пока